В конце июля из Центральной Африканской Республики ЦАР пришла шокирующая новость. Местными бандитами были убиты трое российских журналистов Арханг Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Вскоре выяснилось, что они прибыли в страну для съемки материала о золотых приисках Эндосима. Информацию подтвердил беглый олигарх Михаил Ходорковский, занимавшийся финансированием поездки. Для понимания картины случившегося необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Издание Африка Интеллигена сообщило, что журналисты намеревались доказать связь между Россией и разработкой месторождения. Указывалось, что добыча на прииске велась при участии РФ, но эта версия легко опровергается рядом факторов, прежде всего, транспортная доступность региона крайне низкая. При этом большая его часть представляет существенную опасность для человека ввиду большого количества незаконных вооруженных формирований, которые разделили эту территорию на сферы влияния. Более того, как выяснили местные журналисты, право на разработку месторождения в 2010 году были проданы компанией из Канады, но до сих пор работы там не начинались. Трагическая гибель российских журналистов вызвала множество споров среди общественности. Джемаль Радченко и Расторгуев, не имевшие ни охраны, ни оружия, стали легкой добычей бандитов. Продолжение следует... В том, что многим известно, что опальный олигарх имеет значительные финансовые ресурсы в заграничных офшорах, есть мнение, что подобное истечение обстоятельств выгодно опальному миллиардеру. Никаких документов Ходорковский не предоставил, заявив лишь, что виновные будут найдены. По мнению эксперта Дмитрия Захарова, в произошедшем должны разбираться правоохранительные органы. Если действительно Ходорковский выделял средства для поездки на прииск журналистам, то он, думаю, хотел получить какую-то закрытую информацию об этом прииске. В любом случае, думаю, что в этом случае часть вины произошедшего с журналистами на нем есть, полагает аналитик. Продолжение следует...